Всем привет, дорогие друзья! Канал Покашеварим и сегодня, наконец-то, выездной выпуск. Это что-то засиделись мы дома последние недели. Сегодня отправляемся в заведение, которое называется Бургеры или Бургеры Кофе, что-то такое, в общем, ребята. Абсолютно неприглядно, абсолютно странное внешнее заведение, которое внутри довольно уютное. Сейчас вы это все увидите. Я в это заведение заезжал какое-то время назад, был голодный, по дороге перекусил. Ощущений точных не помню, но вроде было неплохо. Сегодня едем, снимем поподробнее, посмотрим ассортимент и так далее. Бургеры и кофе. Подъезжаем мы к заведению Бургеры и Кофе. Ну так себе оно, конечно, со стороны выглядит. Не так, что хочется заехать поесть, но внутри сейчас посмотрим. Смотри, рядом еще Мираторг, супермаркет Мираторг. Вот рядом с заправкой Шелл, Бургеры и Кофе, вот такой вот вагончик. И рядом, смотри, уже две машины стоят и едят бургеры, видать. Вот, ребята, такой вот вагончик Бургера и Кофе. Несколько заведений, ну, по крайней мере, Яндекс находит их штуки три. По трассам они расположены, причем все, я так понял, где-то в районе севера. Ну, ребята типа развиваются. Когда-то помпончик, например, тоже начинали с Рязанки. И сейчас на каждой трассе их пончики, чебуреки размещены. Бургеры и Кофе. Пойдем попробуем. Прежде чем зайдем внутрь, я хочу с буквы вам показать. То есть, это, чтобы вы понимали, это реально контейнер. Для каких-нибудь морских перевозок. Вот видели в фильмах, да, большие корабли плывут, и на них вот куча контейнеров. Это реально сваренная фигня. Из двух, может быть, трех контейнеров, Диму чуть не задавили. Из двух-трех контейнеров, и там внутри еда. В общем, все, мы внутри, внутри заведения. Сейчас будем что-то пробовать. Запах довольно вкусный у них. Слушайте, я у вас один раз был и что-то брал с острыми перчиками. Это вот какой из них? Это мочитель. А, вот вы его советуете, я так понял, всегда, да? Да, потому что я сама люблю. Да? Да, я сама люблю. Тогда давайте один мачете, а с курицей ничего нет, да? Все, вот смотрю, с говяжьей котлетой. А почему? Фермер куриный. Вот один тогда куриный бургер и сырный джек. Попить лимонад, тархун. Ты будешь что-то пить? Давайте тархун и просто лимонад. Один тархун и лимонад. Да, один тархун, лимонад, а второй просто лимонад, лимонад, да? Так это устроено. Да, лимонный. Лимонный лимонад. Что у вас еще есть вкусного? А крылышки сами жарите, да? Да, сейчас по скидке идет как раз. А соусы, вот барбекю, это что, покупной какой-нибудь хайнс? Нет, барбекю, горчица, кейс, шурсырный, это бесплатно, пожалуйста. Ну, имеется в виду, это вы сами делаете, или это хайнс какой-нибудь стандартный там... Нет, да, это нам поставляют, это нам привозят. Хайнс, да? Да. А, вот, все, тогда не будем брать, ладно, это неинтересно. Ну, все, давайте тогда на бургер. А, может быть, есть картошечка какая-нибудь? Картошечка по-деревенски есть. Давайте по-деревенски возьмем. Да, все. Ага, все, все. Уже дали капучино, так что мы заказали все, кроме кофе изначально. Короче, очень холодно. Я сначала разделся, чтобы рубашки снимать, но тут от окон прям капитально дует. Я решил одеться обратно. Так же поступают, в общем-то, все люди, которые здесь находятся практически. Ну, либо садятся не у окон. Нам еще дали перчатки. Смотри, от души не всем дают. Дали нам, потому что я попросил разрезать или дать нож. У меня, кстати, нет медкнижки. Потом его надо будет... Нам дали рабочий нож. Так, ну, в общем, нам все дали. Три бургера. В принципе, они, ну, как сказать, вот на одинаковых булках. Булки одни и те же. Хотя я видел, у них там лежат и другие булки. Другого формата. Вот так выглядят бургеры, бургеры кофе. А, крылышки, да? А что с соусом-то делать? Вы говорили, что какой-то соус фирменный к ним, нет? Нет, вот я вам вот... А, это вот эти... Красный, а это зеранчер. Это красный мыль, который красный перец делает. Так его надо обмазывать или нет? Или это просто как дополнительно? Дополнительно. А, все, чтобы макать, да? Да, да. Четырехпальцевые перчатки, что ли? Я думал, с тремя пальцами. Вообще, тема хорошая, давать всем вот эти перчатки. Они их используют для работы. Хорошие практики надо брать друг у друга. Подумаешь, что Blackstar это придумал, да? Так почему бы не использовать? Слушай, ну цены, кстати, у них вполне адекватные. То есть, вот самый большой полукилограммовый бургер XL стоит 410 рублей. Что там типа две котлеты и прочее. Куриный 250. Сырный Jack 190. Тархун 120. Лимонад тоже 120. Мачете 440. Это вот один из фирменных бургеров. Я вспомнил, что вот именно его мне предлагали в прошлый раз. И в принципе, вот, ну в принципе, мне понравилось. Точно не помню, но вроде бы точно не отвратительно. И бургер 120 рублей. Куриный бургер. Куриная грудка. Бекон поджаренный, за что им отдельное спасибо. Соусы, хрустящий лук. Ну, вообще по формату куриная грудка, она, конечно, ну совсем не подходит под эти булки. Ножи не самура. Шеф-люкс. Сталь. Не знаю, что за бренд. Вот такой вот бургер. 190 рублей. Курица закончилась. Горячи, куриная немножко странная. То есть, либо надо булки брать меньше, либо рассчитывать куриную грудку больше, либо уже на корнях делать котлеток. Тут, в принципе, здорово, что целое мясо. Но размер его такой, что вот ты откусила, и оно закончилось. То есть, вот эту часть булки мне придется доедать. Что касается булки, любопытно. У них явно какая-то своя выпечка. Вкусный такой бриошь. Что касается соусов, любопытно. Тоже свои соусы и какой-то свой характерный привкус у них есть. Мне скорее нравится. То есть, мне скорее нравится. Курица тоже довольно мягкая, неплохо пожарена, но маленькая. Следующий мы попробуем бургер. Судя по всему, это сырный, потому что там много сыра и вообще какой-то желтый цвет. Он стоит сырный джек 190 рублей. Самая низкая цена за бургеры в этом заведении. Опять та же самая булочка. Она мягкая. Мягкая поджаренная булка. Смотри. То есть, нет такого вот крошащегося ощущения. Ну, хотя она довольно крошащаяся. Очень небольшая котлета. Целых три куска сыра. Чеддер, огурчики и какой-то, ну, похоже на горчичный соус. Судя по цвету. Вот такой. Ну, котлеты по меньшей мере скромные. Пахнет все здесь довольно аппетитно. То есть, вот мы даже с Димкой обсуждали, что вошли. Нет какого-то, знаешь, такого излишнего фастфудного запаха, что ли. То есть, какой-то такой довольно приятный. Я не могу до конца объяснить, почему не вкусно. Но есть у них что-то, что вот вкус какой отличает от других бургеров. Вот даже в том же хищнике мы были. Честно скажу, хищник вроде бы более такая бургерная, чем бургеры и кофе. Но, тем не менее, здесь вкус оригинальный. Пусть тут котлета скромнее, но базара нет. То есть, ну, котлета маленькая, пожаренная уже вот. Пожаренная так, что мама не горюй, да? Но при всем при этом вкус у бургеров довольно интересный. За счет соусов, может быть, за счет вот этой булочки. Но мне нравится, мне нравится. Вот этот сырный прикольный. 190 рублей тем более. Он стоит, наверное, самый доступный в всех бургеров. Ладно, ну и то, что я уже пробовал. А то, что я уже пробовал, как я и говорил, у меня вызвало приятное ощущение. Это мачете-бургер с острыми перчиками халапеньо. Точнее, замаринованными. Давай сделаем паузу на лимонад, что ли. Лимонный лимонад. Просто лимонный лимонад, газированный немножко. Без восторгов. Сладенький, нормальный лимонад. Все, 120 рублей, мне кажется, дорого для вот такой порции. Ладно, бургер мачете, короче. У нас там еще крылышки остывают и картошка фри. Вот оно что. Вот из-за чего этот бургер классный будет, смотрите. Ну, во-первых, кстати, помидорки. Смотрите, какие толстые помидорки. Довольно много маринованного перца. Ну, та же самая котлета. Нехорошая, неплохая, а практически как у всех. И он высокий, конечно. Ну, сейчас попробуем как-то в рот впихнуть. Зараза, опять вытяжку включили, и мне холодно адски. Опять тянет холод. Вот правда вкусный бургер? Все, вот без каких-либо, безусловно вкусный бургер, знаешь. Там халапеньо довольно много. Но не сказать, что он острый при этом. При этом халапеньо, соус, котлета, они сочетаются так, что это хочется есть. Вот серьезно, я все, я вспомнил свои ощущения. Действительно, мне понравился. Вот это, пожалуй, самый вкусный из всех, что мы пробовали. Просто однозначно. Мачете достоин внимания, особенно тем, кто любит тостенькое. Тут и острота, и кислота, и соусы, и сыр, и котлетка, хрен бы с ней, и хлеб вкусный. Ну, то есть, очень гармоничный бургер. Он, конечно, дорогой, 400, сколько он стоит, 440, это бургер вместе с крыльями. О, что, 440, это бургер с крыльями. В общем, очень классный. Серьезно, вкусный. Вот есть у них какая-то фишка. Со стороны, вот я сколько, я по Новой Риге езжу на дальше. Они здесь уже стоят года два. Желания заехать к ним не было никогда, потому что у меня было ощущение, ну, вообще, что-то такое придорожное, как будто, знаешь, там, у Ашота, типа такого. При всем уважении к Ашотам, конечно. Но ощущение, что это вот место, где можно реально вкусно заехать, бургеров закинуть, не было. По факту, это, пожалуй, такое место. Лимонад Тархун. Абсолютно натуральный. И вот Тархун, пожалуй, стоит свои деньги. Потому что прям хороший привкус эстрагона натурального. Газики, сахар, все в меру. За 120 рублей Тархун бы взял. Просто лимонад не стал бы брать. Картошка по-деревенски. 120 рублей. Вот такие кусочки картошки. Особо на них не видно никаких специй. То есть просто подрумянинный картофан. Ну, при этом хрустящий. И два соуса. Каждый из которых мы, естественно, попробуем. Прикольно. Майонезик с травками. Да и картошка весьма удачна. А вот этот вот майонезно-красный соус. Типа майонез с чили и с сахаром, что ли. Он остренький и, ну, не особо какой-то кайфовый. Картошка зачетная. Опять-таки 120 рублей. Мне кажется, это дорого для гарнира. За сколько можно в Макдональдсе вот съесть картошку и, допустим, ну, Биг Мак? Примерно по размеру, наверное, сопоставимо с Биг Маком. Побольше. У этих ребят, наверное, все-таки. Ну, типа рублей за 300, да? Может быть, за 250. Тут, получается, ты пятихаточку отдаешь. Вкуснее? Да. Оригинальнее? Да. Стоит ли намного дороже это, чем Мак? Так, да пошел бы тоже, да, потому что это оригинальнее и вкуснее. Вот и все. Дальше уже ваш выбор. Ну, и у нас ножки остались. Ножки не вызывают у меня прям аппетита, потому что явно пересушено. Просто, чтобы вы понимали, кажется, что они реально очень сильно зажарены, но, видимо, просто какой-то соус на них был, который вот так капитально потемнел, пока жарили. Ножки фантастически не сухие. Вот последние доставки, фудбенд, еще куча, где мы заказывали ножки, это был адская пенья. Вот иди, давай посмотрим просто. Иди сюда. Вот, смотрите. Я просто руками вот отделю мясо от косточки. Мягкое, хорошее, влажное мясо. Отлично приготовленные крылья. Я их ножками почему-то называл. Если еще окунуть это все в мазик, так вообще отлично. Ну, слушай, хорошо приготовлено. Вот, если резюмировать, то это, пожалуй, то место, куда заехать не зашквар. Тем более, ну, вот сейчас просто середина дня, будний день. И сюда люди, в принципе, идут. Кто-то с собой забрать, кто-то здесь посидел, покушал. Хотя я бы не сказал, что здесь прям уютно сидеть, кушать. Ну, в целом, то есть, людям нравится этот вкус. Это, конечно, ну, то есть, это отличается, например, там, от Black Star. Это отличается от фарша, где акцент сделан на мясе, да. Хотя в фарше мясо хуже, чем в Black Star, как бы, вот, ну, по моим ощущениям. Слушай, ну, что, во-первых, они меня, как оказалось, знают, вот, менеджер, девушка, на выходе, говорит, что когда ролик, типа такого. В общем, вот он вам ролик. Давайте выставим оценки, прям по итогу. Пока мы сидели с Димкой, мы еще перекусили, там, как бы, поели, да. Дима сказал, я с ним согласился, что очень похоже по идеологии на Bebain Burgers. Я, блин, кстати, может, меня не слышно было, микрофон освободил. Bebain Burgers – это где небольшие были бургеры, разрезанные пополам. Помните этот обзор? Мне там нравится бургер, я ничего не могу поделать. То есть, кому-то другие, там, кулинарные обзорщики говорят, что Bebain Burgers – дно, там, допустим. Ну, вот, по моему вкусу, прям заходит. Необычные соусы, сырность какая-то, да. Вот здесь что-то есть похожее. Поэтому я открываю оценки Beer Buns & Burgers. Хорошие оценки – 4,5, 4,4,5. Ты посмотри. В целом, да, цена, цена даже, кстати, у них, наверное, получше. Давай поставим им 4,5. Вкус, качество, ну, тоже вот, ну, прям вот на 4,5, по моим ощущениям, прям тянет. Комфорт – так себе. Комфорт я ставлю трешничек, по крайней мере, из-за того, что дует ацки просто в бочину. Ну, и плюс такое место, хотя, ты знаешь, контраст. То есть, едешь по трассе, грязно все вокруг. Как у нас в нашей стране, да, грязные дороги, вот это все. И потом попадаешь тут, тепло, уютно. То есть, вот на контрасте вроде неплохо. Но в целом, если сравнивать там с бургерными какими-нибудь там в Москве, ну, конечно, другие ощущения. То есть, это чисто такая вот просто по дороге заехать. Но, тем не менее, хотя бы там элементы тепла, туалета и прочего есть. Поставлю 3 балла. За скорость ставлю 4. Это не фастфуд. Надо немножко подождать. Но, тем не менее, ждать не бесконечно. То есть, когда-то бургеры до вас доходят. Ну, и персонал опять, что, дружелюбно никаких запретов. Ну, опять-таки, потому что, видимо, там смотрят каналы иногда мой. Может, из-за этого. Хотя до того, как мы приехали, они не проявляли, что они знают, кто мы и так далее. И, опять-таки, вот я не знаю, многие говорят, типа, вот там вы с камерами приперлись, вам разрешили. Да, он, мы к Герману приперлись, он сказал, без машины дров вообще не подходите, например, к Стерлигову, да? Еще что хочу сказать. То есть, если, понимаешь, если готовить не умеют, если у них ингредиенты там отстойные, да, на кухне, то от того, что мы с камерами или не с камерами, ребят, вы не думайте, что резко все научатся готовить. Положить больше соуса смогут, да, не вопрос, там, положить больше овощей смогут, но научиться жарить неожиданно котлеты или, там, выпечь нам особенные какие-то булочки никто не сможет. Поэтому не надо писать вот эту чушь, типа, вы приехали с камерой и для вас сразу сделали все круто. Нет, ребята, круто не научатся делать, если не умеют, вот. Так что такие дела. В общем, достойное место, бургер и кофе, заезжайте, 3 или 4 точки у них есть в Подмосковье. Я считаю, что достойно. Заедьте, напишите обязательно в комментах, что думаете. Давайте, ставьте лайки там. Субтитры подогнал «Симон»!